Мы продолжим сегодня знакомиться с различными видами сил, которые изучает физика. Таких сил очень много, но раздел физики, которым мы занимаемся, механика, изучает три вида сил. Два из них мы изучили. Сила тяжести, сила упругости. Скажите, пожалуйста, а вес это что за сила? Какого типа? Это разновидность силы упругости. Так что ее мы не относим к отдельным силам. И сегодня мы познакомимся с третьим, последним видом силы, который называется сила трения. Тема урока. Сила трения. Точка. Трение покоя. Точка. Трение скольжения. Точка. И немножко больше, чем в обычной школьной программе. Коэффициент трения. Коэффициент трения. Домашнее задание. На завтра. Конспект. По учебнику Пёрышкина. Параграф 30. Параграф 30-32. И в задачнике Кирика для седьмого класса рассмотрите следующую задачу. Ну, рассмотрите, решите. Следующая задача. 1. А и Б. 2. А и Б. 3. А и Б. Там А – это вопрос, а Б – это задачка. 4 А и Б. На странице. Это всё достаточный уровень. На странице. 43 и 44. Это домашнее задание на завтра. Записали. Теперь слушайте и не говорите, что вы не слышали. Вот у меня есть такой брусочек. Я к нему уже приспособил динамометр. Такой вот хороший, демонстрационный. Давайте положим этот брусок на опору. Вот сюда. И подумаем, какие силы действуют на этот брусок. И заодно эти силы покажем на рисунке. Итак, у нас есть брусок, находящийся на какой-то опоре. Вот он. Какие силы на него уже сейчас действуют? Сила упругости со стороны опоры. Так? Покажем эту силу. Вот она. Еще какая сила действует? Сила тяжести. Она приложена к центру тяжести, который находится здесь посерединке и направлена вниз. Скажите, пожалуйста, чему равна равнодействующая этих сил? Как вы думаете? Нулю. Откуда вы знаете? Потому что тело находится в состоянии покоя. Этот брусок никуда не движется и находится в покое. Силу тяжести мы с вами обозначим буквами F тяжести, как обычно. Сила упругости, для того, чтобы у нас не было слишком много обозначенных буквой F величин, мы обозначим немножечко по-новому. Мы обозначим ее буквой N. И эта разновидность силы упругости называется сила нормального давления. Н – сила нормального давления. Это не какая-то там особенная сила. Это разновидность силы упругости. Мы ее просто по-другому обозначили для удобства. Почему она называется нормальная? Не потому, что там все в порядке. Нормаль на языке математики означает перпендикуляр. Сила нормального давления перпендикулярна поверхности, на которой находится тело и нижней границы самого тела. Нормаль означает перпендикуляр. То есть это сила перпендикулярного давления между вектором силы нормального давления и опорой прямой угол. Эти силы друг друга уравновешивают. Их равнодействующее равно нулю. Поэтому можно считать, что их как бы и нет. А теперь давайте начнем делать вот что. Я буду прикладывать, вот здесь у нас есть крючочек, к этому крючочку буду прикладывать силу. Я ее обозначу просто буквой F. Эту силу мы с вами можем измерять с помощью вот этого динамометра. У этого динамометра, видите, когда я тяну его, стрелка поворачивается. И вот сейчас я тяну силой пол ньютона. Сейчас силой один ньютон. И предел измерения этого динамометра два ньютона максимальная сила. Цена деления какая? Одна десятая ньютона. Итак, брусок лежит. Я потяну его, смотрим с какой силой. Две десятых ньютона. На брусок действует сила две десятых ньютона. Три десятых ньютона. На брусок действует сила три десятых ньютона. Но он остается на месте. Почему? Почему, несмотря на то, что на брусок действует сила, направленная вправо, брусок остается в состоянии покоя? Пожалуйста. Что-что? Маленькая. Ну хорошо, если сила маленькая, он бы медленно-медленно ускорялся в направлении вправо. Почему? Есть, ну, ты уже сказал больше, чем я ожидал. Есть еще одна сила, которая направлена так, что равнодействующая этой силой и той силой, о которой мы сейчас стали говорить, и которую уже назвали силой трения, равнодействующая этих сил равна нулю. Куда направлена эта сила? Раз вместе с этой силой равнодействующая равна нулю, значит она направлена влево и точно такая же по величине, как сила F. Она приложена к границе между телом и опорой. Я ее покажу вот здесь. Ну и пора уже ее назвать. Действительно, она называется сила трения, и мы ее обозначаем FTR. FTR – сила трения. Давайте сейчас построим график. На этом графике по горизонтали отложим величину силы F, которую я прикладываю с помощью вот этой проволоки и которую я измеряю динамометром. А по вертикали отложим силу трения. Итак, здесь у нас FTR, а здесь сила, которую я прикладываю и которую я измеряю динамометром. Здесь будет у нас 0. И теперь давайте пусть 1 сантиметр, то есть 2 клеточки вашего рисунка, соответствуют 0,2 ньютона. FTR – ньютоны, F – ньютоны. 0,2, 0,4, 0,6. И такой же масштаб здесь. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Когда я прикладывал силу 0,2 ньютона, давайте еще раз это проделаем, прикладываем силу 0,2 ньютона, брусок находится в состоянии покоя. Чему равна сила трения? Тоже 0,2 ньютона, она уравновешивает вот эту внешнюю силу. 0,3 ньютона – брусок в состоянии покоя. Значит, сила трения увеличилась так, чтобы уравновесить вот эту внешнюю силу. То есть они у нас одинаковые. И мы можем поставить здесь точку. Когда прикладываем силу 0,2 ньютона, сила трения такая же точно, только направлена в противоположную сторону. Когда прикладываем силу 0,3 ньютона, сила трения тоже 0,3 ньютона. И если мы теперь будем строить график, то у нас график будет иметь какой вид? Это будет прямая, проходящая через начало координат, точка 0. Вот так. А что будет, если мы будем увеличивать силу, приложенную к телу со стороны вот этой веревки, которую мы измеряем динамометром? Давайте попробуем. Итак, 1 десятая, покой, 2 десятых, покой, 3 десятых, покой, 4 десятых. Смотрите, что происходит. Скольжение. Итак, когда я прикладываю силу 0,4 ньютона, тело приходит в движение. Скажите, скорость тела меняется? Да. Когда? Оно все время движется с одной скоростью, я об этом позаботился, я специально так двигаю. Значит, сила, которую я прикладываю к телу, уравновешивает по-прежнему силу трения. Потому что скорость этого тела не меняется, тело находится в состоянии равномерного прямолинейного движения. Как и в случае, если бы тело находилось в состоянии покоя, равнодействующая этой силы и силы трения равна нулю. И поскольку они направлены в противоположные стороны, это означает, что эти силы равны. Значит, когда мы доходим до 0,4 ньютона, начинается скольжение. Начинается скольжение. А дальше происходит вот что. Если я буду прикладывать силу больше, чем 0,4 ньютона, у меня этот брусок уже будет двигаться с ускорением. Вы видите, я хочу приложить силу 0,5 ньютона, брусок приходится разгонять. Это значит, что теперь сила в 0,5 ньютона больше, чем сила трения. Оказывается, сила трения остается на том же самом уровне 0,4 ньютона в нашем примере. И вот эта область графика соответствует ситуации, когда сила трения уравновешена внешней силой. При этом тело находится в покое. Это означает, что мы наблюдаем с вами трение покоя. Трение покоя. Когда мы прикладываем силу больше, чем 0,4 или равную 0,4, начинается скольжение. При этом, как показывает опыт, сила трения остается той же самой. Но если мы прикладываем большую силу, эта большая сила уже не уравновешена силой трения, и тело начинает двигаться с ускорением. И движение это мы называем скольжением. Значит, вот эта ситуация соответствует трению скольжения. Трение скольжения. Трение скольжения. Итак, в каком случае возникает сила трения покоя? Когда к телу приложена внешняя сила, параллельная поверхности опоры, поверхности, разделяющей тело и опору. Это сила трения покоя. Куда направлена эта сила? Она направлена в сторону, противоположную направлению внешней силы. То есть сила трения направлена вдоль поверхности, разделяющей тела, тело и опору. Сила трения всегда направлена вдоль поверхности. Это отличает ее от силы упругости, например, силы нормального давления, которая направлена перпендикулярно поверхности. В каких пределах может меняться сила трения покоя? Она может равняться одной десятой ньютона? Может. Она может равняться двум десятым ньютонам? Может. А может она равняться, например, в нашем случае, шестидесятым ньютонам? Нет. В нашем случае нет. Следовательно, сила трения покоя имеет определенные границы. Трение покоя. Двоеточие. Ф трения меняться может от нуля до какого-то максимального значения. Ф трения максимальное. Больше какого-то определенного значения сила трения покоя быть не может. И еще раз подчеркну, сила трения покоя возникает тогда, когда на тело действует внешняя сила, параллельная граница между параллельной поверхности раздела тела и опоры. И направлена она в сторону противоположную этой силе. То есть, опять-таки, вдоль границы раздела. Если же сила, которую мы прикладываем, больше, то поскольку у силы трения покоя есть верхняя граница, то равнодействующие силы трения и силы внешней перестает равняться нулю, и тело начинает двигаться. Если у нас сила, приложенная к телу, F, равна, в нашем случае, 0,4 ньютона, тело будет двигаться равномерно. Вот в этом случае тело будет двигаться равномерно. Потому что сила трения уравновешивает внешнюю силу, но мы уже чуть-чуть подтолкнули тело, и оно движется с постоянной скоростью. А вот если у нас сила внешняя будет превышать вот это значение, максимальное значение силы трения, то тогда у нас начнется скольжение, и уже в этой области тело будет ускоряться. Вот здесь тело ускоряется. Тело ускоряется. То есть оно не движется равномерно. И вот давайте зададим себе вопрос. От чего же зависит максимальное значение силы трения покоя? Ответ на этот вопрос может дать нам опыт. Давайте поставим вот такой опыт. Мы сейчас будем изменять силу нормального давления. Сила нормального давления – это сила, которая действует на тело со стороны опоры. Точно такая же сила со стороны тела действует на опору и направлена вертикально вниз. Как она называется? Вес. Значит, на опору действует вес. Вес зависит от массы тела. И вот сейчас мы увеличим эту массу, кладя на него, на это тело, сверху грузики. Утяжелим это тело. И будем записывать значение веса. Ну, мы знаем, что вес равен силе нормального давления. Давайте я вес покажу на рисунке. Вот, покажу сил, синеньким его. Он такой же, как сила нормального давления, P. И он равен силе тяжести, поскольку мы тело будем двигать равномерно. P равно N. Потому что это силы, с которыми тела взаимодействуют. И сейчас мы с вами результаты нашего исследования отразим в таблице. В этой таблице будет три столбика. Здесь у нас будет вес тела или то же самое, сила нормального давления в ньютонах. Здесь у нас будет сила трения. Это будет сила трения, которая наблюдается, когда мы от покоя перешли к скольжению. То есть вот это значение силы трения. А здесь мы с вами изобразим отношение, сила трения тоже в ньютонах, отношение силы трения к силе нормального давления. Начнем со случая, когда тело ничем не подгружено. Как измерить его вес? Вес – это сила, с которой тело действует на опору или на подвес. Вот подвес. Динамометр измеряет силу, действующую на подвес. Чему она равна? 1,8. Это 1,8, 1,9 где-то, примерно 1,9 ньютона. 1,9 ньютона. Запишем. 1,9 ньютона. Сила трения. Это будет максимальное значение силы трения покоя. И оно же – это сила трения скольжения. Мы ее уже измеряли. 0,4 ньютона, да? 0,4 ньютона. Записываем. 0,4. Отношения пока не считаем. Теперь. Вот эти грузики мы использовали вчера. Мы знаем, что их вес – 1 ньютон. Значит, мы догружаем тело одним ньютоном. Теперь вес вот этого составного тела будет у нас 1,9 плюс 1. 2,9 ньютона. Измерим силу трения. Максимальное значение силы трения покоя. Или же это будет называться силой трения скольжения. Смотрите, сколько? 0,6. 0,6 ньютона. Запишем. 0,6 ньютона. Положим еще один такой же грузик. Теперь у нас сила нормального давления, она равна весу, будет 3,9 ньютона. Измерим силу трения. Это будет сила трения скольжения, она же максимальное значение силы трения покоя. 0,8. 0,8. 0,8. А теперь берем калькулятор и делим силу трения на силу нормального давления. У нас получается 0,4 делить на 1,9. Получается 0,21 приблизительно. 0,21. Там еще есть потом 0,5 и так далее. Я напишу приблизительно 0,21. 0,6 разделим на 2,9. 0,6 разделим на 2,9. Результат. Результат вот такой. 0,2, 0,6, 8, 9, 6 и так далее. Ну, давайте округлим до двух значащих цифр. Сколько это будет? Опять 0,21. Приблизительно 0,21. Но не будем забывать, что наш эксперимент обладает какой-то погрешностью. То есть, на самом деле, точных значений мы, в принципе, не можем получить. Но пока что, смотрите, все совпадает. Давайте 0,8 разделим на 3,9. 0,8 делить на 3,9. Получается вот столько. 0,2, 0,5, 1, 2, 8. Если округлить до двух значащих цифр, сколько будет? Тоже 0,21. Посмотрите, какая закономерность. Оказывается, что максимальное значение силы трения, оно же сила трения скольжения, прямо пропорционально силе нормального давления. То есть, если мы сдавливаем два тела в два раза большей силой, то при движении тела сила трения будет в два раза больше. И мы можем записать следующую формулу. Мне жалко пока стирать вот этот рисунок, он нам еще пригодится, поэтому я напишу вот здесь. сила трения прямо пропорционально силе нормального давления. О какой силе трения идет речь? Это либо максимальное значение силы трения покоя, либо сила трения скольжения. Значит, мы можем дописать. Скольжение при скольжении. при скольжении. f трения. Ну, я напишу приблизительно равняется. Почему пишу приблизительно? Я сейчас вам просто это продемонстрирую. f трения приблизительно равняется. f трения максимальное. Имеется в виду максимальное значение силы трения покоя. И вот, кроме всего прочего, имеет место такая связь. Во сколько раз больше сила нормального давления, во столько раз больше сила трения. Давайте введем коэффициент пропорциональности, который вот этот значок превращает в равенство. И обозначим его буквой мю. f трения равняется мю умножить на n. Коэффициент мю называется коэффициент трения. Коэффициент трения мю коэффициент трения. Что такое коэффициент трения? Это величина, равная отношению силы трения скольжения или максимального значения силы трения покоя или нормального давления. В каких единицах он измеряется? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте выразим отсюда мю. Мю равняется f трения делить на n. В каких единицах измеряется сила трения? В ньютонах, как любая сила. Сила нормального давления? Коэффициент трения тоже в ньютонах. Ньютоны делить на ньютоны – просто число. То есть коэффициент трения – безразмерная величина. Коэффициент трения – безразмерная величина. В нашем опыте коэффициент трения был 0,21. В нашем опыте мю равняется 0,21. Коэффициент трения, оказывается, не зависит уже от силы нормального давления. От чего же он тогда зависит? Если мы увеличиваем в два раза силу нормального давления, то в два раза увеличивается сила трения. А может, от чего-то другого зависит коэффициент трения? Как вы думаете, от чего? Пожалуйста. От площади соприкосновения. От площади соприкосновения. Очень хороший вопрос. Если подробно изучить этот вопрос, оказывается, что от площади не зависит. Но это очень важное замечание, между прочим. Если бы у меня этот брусок имел не квадратное сечение, а прямоугольное, я бы мог показать вам такой опыт. Поставил его так, поставил его так. Сила трения была бы одной и той же. От чего же зависит коэффициент трения? Ребята, а если здесь будет не деревесина, а лед? Сила трения будет больше или меньше? Больше. Что? Меньше. Если скользкая поверхность, то даже небольшая сила приведет к скольжению. Значит, по льду коэффициент трения древесины меньше. А если я, например, возьму не лакированную древесину, а возьму вот эту тетрадь. Это бумага или картон. И положу сюда. Когда у нас было трение древесины по лакированному столу, сила трения скольжения, она же максимальное значение силы трения покой, было 0,4. А теперь изменим материалы трущихся поверхностей. 0,4 покой, 0,5 покой, 0,6 покой, 0,7 покой, вот оно сдвинулось, где-то 0,65. То есть, теперь коэффициент трения у нас будет уже 0,65 делить на силу нормального давления, на 1,9. Другой материал. Значит, это у нас была какая пара? Древесина, древесина, древесина. Для вот этих двух материалов. А теперь другой опыт. Проведем другой опыт. Древесина. Картон. Сила трения. У нас сколько здесь было? 0,65. 0,65 ньютонов. Сила нормального давления, равная весу, по-прежнему 1,9. 1,9 ньютона. Коэффициент трения мю равен 0,65 ньютона делить на 1,9 ньютона. Приблизительно равняется. Берем калькулятор. 0,65 ньютона делить на 1,9 ньютона получается 0,34 ноль тридцать четыре. То есть коэффициент трения зависит от материалов, контактирующих при трении. От материала и того, и другого. Наиболее маленький коэффициент, самый маленький коэффициент трения оказывается, это сталь по льду. Например, сталь по льду. Здесь у нас древесина, картон. Сталь, лед. Коэффициент трения мю равен 0,02. Маленький. Вот так. Вот этот физический закон, который мы с вами получили только что, носит название закон Амонтона Кулона. Запишем. Закон Амонтона Кулона. С фамилией Кулон мы еще встретимся не раз. Эти два ученых изучали силу трения. Итак, давайте подведем итоги. Что мы уже с вами узнали? Если на тело действует сила, направленная вдоль границы тела с опорой, то возникает сила трения, которая будет удерживать это тело до определенных пор. Это сила трения покоя. Она может меняться от 0 до максимального значения. Максимальное значение силы трения покоя зависит от коэффициента трения и от силы нормального давления. Если внешняя сила превышает максимальное значение силы трения, начинается скольжение, тело приходит в движение. При этом сила трения остается практически той же самой. Она, оказывается, не зависит от сечения, то есть от площади поверхности. И, оказывается, она практически не зависит от скорости. Вы можете двигать медленно, вы можете двигать быстро, а у вас сила трения будет всегда одна и та же, если это трение и скольжение. Куда направлена сила трения скольжения? Как вы думаете? Противоположную сторону движению, но лучше сказать так, скорости относительно опоры. Значит, запомните, сила трения скольжения направлена в сторону противоположную скорости тела по отношению к опоре. Например, вот я уже могу отсоединить это тело. Я сейчас привожу это тело в движение. Вы видите, оно замедляется. Почему оно замедляется? Потому что я не тяну никаким динамометром. На тело в горизонтальном направлении действует только сила трения. В вертикальном действует сила тяжести и сила нормального давления, или сила упругости, они друг друга уравновешивают, поэтому это тело не проваливается в преисподнюю и не взлетает вверх. Но, когда оно движется, сила трения скольжения ничем не уравновешена, она изменяет скорость тела. Поскольку сила направлена в сторону противоположной скорости, то скорость уменьшается вплоть до полной остановки. Вот таковы закономерности. И еще одна интересная закономерность. Давайте вернемся к нашему опыту и очень внимательно посмотрим на показания динамометра. Я специально сейчас догружу тело, чтобы эффект был более заметным. Так, вот ноль. Так, догружу это тело. И буду потихонечку увеличивать силу, прикладываемую к телу. 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Тело пришло в движение при 1,2. Мы не заметили, что сила трения скольжения чуть-чуть меньше, чем максимальное значение силы трения покоя. А если взять другое, другую пару контактирующих веществ, например, лакированное железо и древесина, смотрим, когда тело приходит в движение, смотрите, чуть-чуть уменьшается сила трения. То есть максимальное значение силы трения покоя перед тем, как начнется движение, оказывается чуть-чуть больше. Сейчас это малозаметно, но это станет более заметно. Ну, например, если увлажнить поверхность, то есть если сделать поверхность немножко липкой, если сделать поверхность немножко липкой, а ну посмотрим, что будет. Ого! А потом раз и уменьшилось, видели? Еще раз показываю. Пока что сила трения покоя. 1,4, 1,5, 1,9, 2, а потом уменьшилось. Заметили? Значит, максимальное значение силы трения покоя оказывается в ряде ситуаций, вот как, например, намоченная мокренькая древесина, оказывается больше, чем сила трения скольжения. То есть при подробном рассмотрении вот этот участок имеет вот такой вид. Зубец. Вот максимальное значение силы трения покоя, а вот сила трения скольжения. Вот это явление называется явление застоя. Явление застоя. И оно, оказывается, объясняет многие вещи. Например, посмотрите, что я сейчас вам покажу. Вот там у нас есть дверь. Я начну ее открывать и закрывать. Вы слышите приятные, в кавычках, звуки. Почему это происходит? Это как раз связано с явлением застоя. Когда я немножко приоткрываю дверь, в дверных петлях возникает сила трения. Это сила трения покоя. Но когда эта сила трения покоя достигает максимального значения, происходит переход в скольжение. И сила трения немножко уменьшается. В результате дверь чуть-чуть проворачивается в петлях вперед. И наступает снова покой. Я опять увеличиваю угол открывания двери. Сила трения покоя увеличивается. И потом опять происходит срыв. И такой щелчок. Эти щелчки, складываясь, образуют вот такой приятный звук. Это как бы отрицательное проявление силы трения. Точнее, явление застоя. А на самом деле им пользуются все скрипачи, виолончелисты и контрабасисты. Я специально намочил поверхность этого стола водой. Контрабасисты, виолончелисты и скрипачи покрывают смычок чем? Кто знает. Натирают канифолью. Канифолью натирают смычок именно для того, чтобы наблюдалось вот это явление застоя. Если не натереть смычок канифолью, не получится, играть на скрипке не удастся. А происходит вот что. Я веду смычок. Вот у меня рука, это струна, это смычок. Я веду смычок. Струна отклоняется. Сила трения покоя. Потом срыв, скольжение. Струна начинает колебаться. Идет в эту сторону. Останавливается снова. И опять покой. Смычок струну отодвигает. И так смычок движется в одну сторону, а струна совершает колебания. И последнее. Подумайте дома. Сила трения. Это хорошая, полезная сила или вредная? Об этом мы поговорим еще с вами завтра.